Библейский портал экзегет.ру представляет 18 глава книги Иисуса Новина, читая перевод российского библейского общества для библейского портала Экзегет, продолжается распределение земель между различными племенами или коленами, как их называют старые переводы, израильского народа. Вся община Израиля собралась в селом, то есть, смотрите, часть племен уже получили свои наделы, а часть нет, и еще вот не совсем закончилось распределение. Там поставили шатер встречи, ну, то есть, с Кинью. Вся страна уже была покорена, но семь племен Израиля еще не получили наделов, то есть, такой процесс постепенный, да, вот, очевидно, сначала крупные племена оседают, потом те, которые помельче. Иисус сказал израильтянам, долго вы еще будете медлить? Почему вы не вступаете во владение той землей, которую вам дал Господь, Бог ваших отцов? Отрядите от каждого племени по три человека, я пошлю их обойти всю эту страну. Пусть составят ее описание так, чтобы ее можно было разделить на наделы и вернуться ко мне. Они должны разделить страну на семь частей. За потомками Иуда сохраняются их земли на юге, за потомками Иосифа их земли на севере. Вот два главных племени, да, ну, Иосифа даже два, так что три, плюс те, что на востоке. А вот маленькие племена еще не осели. А вы опишите оставшуюся землю, поделив ее на семь частей. Это описание вы принесете мне, и здесь, перед лицом Господа вашего Бога, я брошу о вас жребие. У левитов не будет надела на вашей земле, ибо их доля священническое служение Господу. А племена Гады, Рувима и половина племени Моноси уже получили от Моисея раба Господа на делы, к востоку, от Иордана. Посланы отправились в путь. Иисус велел им описать эту страну. Идите, сказал он им, обойдите эту страну, опишите ее и возвращайтесь ко мне. А потом я брошу о вас жребие, здесь, с селовым, перед лицом Господа. Зачем нужно обходить? Они уже ее фактически завоевали. А для того, чтобы деление было честным. Потому что земля, ну это же не какая-то там степь среднеазиатская, которая вся одинаковая. Ну я в степи не бывал, тоже, наверное, там есть свои отличия. А вот эта земля сложная. Там горы, там леса, там долины, плодородная, каменистая, удобная, неудобная. Вот, чтобы поделить на семь равных по ценности и размеру частей. Чтобы жребий был не слепой. Чтобы участки действительно были равноценными. Они обошли страну и занесли в свиток все ее селения, поделив страну на семь частей. Затем они вернулись в селом, в станы Иисуса. Там, в селом и перед лицом Иисуса, Господь бросил жребие и разделил страну между племенами Израиля. А вот кому что, это уже от Господа. Племени Вениамина всем Евродам по жребию достался надел, который лежит между владениями потомков Иуда и Иосифа. Северная граница этого надела начинается от Ордана, огибает Иерихон с севера, идет на запад, в горы, к пустыне Бет-Авена. Далее граница идет к Лузу, огибает Луз, то есть Бет-Эль с юга, идет к Атрот-Андару и к той горе, что находится южнее Нижнего Бет-Хорона. Там граница поворачивает на юг, очерчивая западный край надела. От горы, что находится южнее Бет-Хорона, она идет к Кириат-Баал, то есть Кириат-Ариму, к городу, что принадлежит потомкам Иуда. Это западная граница. Южная граница начинается от Кириата-Арима. Она идет на запад, достигает источника Мен-Эф-Туах, спускается к подножию горы, что рядом с долиной Бен-Хинном и севернее долины Рифаимов. Идет вниз по долине Хинном южнее Евуса и спускается к источнику Рогель. Затем граница поворачивает на север Кэн-Шемеш и идет к Гелилоту, что близо до Мемского подъема, и спускается к скале Бохана, сын Рувима. Далее граница проходит севернее Бет-Аравы, спускается в Иорданскую долину. Идет севернее Бет-Хуглы и выходит к северной оконечности Мертвого моря, кусть Иордана. Это южная граница. Восточная граница Иордана – это граница надела родов Вениамина. Ну вот, относительно небольшой участок. Племени Вениамина, всем его родам принадлежат следующие селения. Ирихон, Бет-Хугла, Эмеккицис, Бет-Арава, Цемараим, Бет-Эла, Вим, Парау, Фрак и Фарамони, Офни и Гева. Всего 12 селений хутора вокруг них. Геваон, Рама, Бейрот, Мицпеке, Фирамо, Ца, Реким, РПЛ, Таала, Цила, Элефа и Вусту, то есть Иерусалим. Агива и Кириат и Ярим. Всего 14 селений хутора вокруг них. Это надела родов Вениамина. И все селения перечислены для того, чтобы не возникало потом вопроса, как трактовать границу, где чье, кто какую территорию занимает. Ну, дальше будут оставшиеся племена в следующей 19 главе.